Доброго времени суток, уважаемые гости, друзья и подписчики моего канала. Снимаю небольшую трилогию. Сразу хочу вас предупредить, будет снято три части по правилам игры Берсерк. Ну и как бы небольшое введение, что такое Берсерк. Берсерк представляет собой карточный варгейм с полем боя и невероятным количеством различных стратегий и наборах ваших армий. То есть для этого вам нужно приобретать бустеры и при помощи бустеров вы сможете увеличить свои колоды. Цель игры является победа в поединке у другого игрока. В Берсерке победа, как правило, присуждается игроку, уничтожившему всех существ своего оппонента. Кто заинтересовался игрой Берсерк и хочет начать в нее играть, то я рекомендую вам купить хороший набор под названием Буря стихий. Там сразу в наборе шесть собранных хороших колод, очень много игровых маркеров с ранами, со всякими эффектами. Также хорошие, интересные игровые кубики. Но сейчас я слышал, что уже в Бурях стихий в третьем издании вернулись к обычным шестигранным кубикам. Ну, а теперь расскажу коротко о правилах игры. Приобретая игру, например, Буря стихий, вы там найдете вот такую вот книжечку с правилами игры. Да, книжка толстая, правил много и с ними нужно будет ознакомиться. Потому что, зная правила, игра становится намного интересней. В этой игре Берсерк есть карты с разными стихиями. То есть вы собираете разные колоды и колоды разных стихий. Такие стихии, как горы, степи, нейтральные, леса, болота, тьма и силы огня. Также карты делятся на редкость. У них есть своя редкость. Частая, редкая, суперредкая, ультраредкая, легендарная и промокарты. В игре есть типы карт. Существа, такие как симбиоты и летающие. Например, вот здесь летающее существо, видно по ярлычку. Есть симбиот или паразит. Чем отличается симбиот от паразита? Паразит вешается на какую-либо карту противника и немного ему пакостит. А симбиот вешается на карту своего отряда и приносит пользу. Потом в игре есть местности. Например, вот такая местность. Акиния, город. И у каждой своей местности есть свои свойства, которые тоже приносят большую пользу для своих отрядов, а могут немножко портить отрядам противника жизнь. Артефакты. Они не могут атаковать простым ударом, отражать удары, но могут быть полезны и сильны. И также есть экипировка. Экипировка имеет доспех, щит, оружие, обувь или зелье. Вот экипировка. Экипировка не сражается, но она приносит пользу. То есть добавляет, может добавить удар или наоборот добавить картам защиту. Или добавить какие-либо свойства. Кратко ввел в курс игры. И самая важная часть – это набор отряда. Игрокам даются игровые кристаллы. И изучив правила, вы поймете, что в начале боя для формирования отряда первый игрок получает 24 золотых и 22 серебряных кристалла. А второй игрок на один золотой и на один серебряный больше. То есть кто ходит первым, у него преимущество первого хода. Это вы выкидываете на кубиках, кто будет ходить первым, кто вторым. Но у второго есть преимущество, что он может набрать армию немножко больше. Или немного крепче. Про набор отряда я уже расскажу во второй части. Кому интересно, переходите во вторую часть и смотрите, как набирается армия.